всем привет всем привет ждем пока подключится все привет всем привет шалом 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 всем всем шалом сегодня я подготовила шалом сегодня я подготовила тему нашей встречи такую как молитва почему я вообще взяла эту тему очень просто когда наш в нашей недельной главе в аеце написано что яков когда вышел из бершевы и шел в храм то когда он находился на горе мария всевышний хотел его оставить в этом месте он хотел ему дать знак что это не простое место что здесь в дальнейшем будет построен храм и он сказано что всевышний сделал чудо и заставил солнце зайти раньше и так наш яков он даже не успел помолиться молитву из этого как вы думаете откуда взялась молитва мариф в нашей недельной главе написано откуда появилась молитва мариф это наш праотец яков ее постановил потому что солнце зашло раньше он не успевал помолиться минху и он установил эту молитву мариф дальше сказано что он именно в этом месте лег спать он обложил себя камнями и всевышний сделал чудо он оградил он оградил этого человека камнем и звери не могли добраться к якову вот и было чудо и действительно он обозначил это место как место в будущем храм это это то где сейчас стоит стена плача это гора мы гора мария где без рада шем будет стоять третий храм наш так вот мы про молитву скажите как вы думаете если мы молимся не на иврите например на русском языке на украинском языке на английском языке всевышний слышит нашу молитву или нужно все-таки молиться на иврите как вы думаете есть очень много споров испокон веков ведутся споры на каком языке лучше молиться всевышний слышь всевышний же знает все наши мысли вообще мысли правильно всевышний это вообще все что мы видим все что мы слышим все что мы вдыхаем это все всевышний мы даже не можем постичь его это все он он знает наши мысли наперед вообще полностью да так но здесь вопрос конечно он слышит и он понимает и есть вы знаете как сказано есть и есть всевышний он слышит полностью он все понимает он все чувствует и он все знает но конечно нам приятнее помолиться на том языке на котором мы понимаем правильно а всевышнему приятно а всевышнему тоже приятно когда мы себя перебариваем и говорим ладно я сегодня и так помолюсь это же сделаю всевышнего приятно попробую прочитать эту строку на иврите да но понятно что всевышнему куда важнее куда важнее молитва от чистого сердца от всего сердца когда человек просто открывается всевышнему понятно что человек и так открыт всевышнему но когда он открывается прежде всего сам себе он понимает кто я что я делаю останавливаться да что я сейчас делаю что от меня ждет всевышний я разговариваю да как мне когда-то задали вопрос а всевышний это я и он или это я и я или это он и он то есть мы одно целое это все я же часть всевышнего вы же часть всевышнего мы все части вышли мы все грубо говоря как одно целое конечно этого не понимаем и так есть несколько вариантов мы сделали небольшой подытожим да понятно что всевышний понимает все наши помыслы он понимает все наши мысли коварные или чистые искренне или не очень он понимает все что мы хотим спросить узнать он всему в свое время при посылает нам вопросы или ответы это понятно но иногда всевышний тоже хочет от нас чтобы мы себя побороли да он говорит если я если наш праотец постановил такую молитву на иврите значит и попробуй помолиться понятно что нам легче когда у нас куча проблем сказать о все же у нас долго проблем или когда у нас столько хорошего сказать ой всевышний спасибо ты так меня наградил понятно но когда мы говорим шма израэль ашэм элокейну ашэм эхат всевышний это ты и я говорю молитву которую ты хочешь услышать не себя я себя убираюсь с этой молитвы я делаю то что ты хочешь услышать поэтому понятно что мы всегда должны стараться и держать связь со всевышним нашими мыслями и тем языком которым мы привыкли который нам удобно но но это не значит что мы не должны стараться молиться на иврите стараться молиться на лошона кодиш сказано что иврит это святой язык правильно всевышний же не просто так сделал постановление молитвы в постановлениях молитвы они очень правильные в них человек убирает себя в них человек где нужно преклоняется пред всевышним где нужно на одну наоборот там хвалить себя требует от всевышнего до благодарить его за все и в этом и есть величие молитвы в том что есть время для душевной молитвы есть время от себя есть время со слезами есть время с радостью а есть время на иврите есть время в порядке есть время каждый день но никто же не запрещает нам это все совмещать и вот поэтому я желаю каждому из нас вот да еще важно чтобы правильно произносили слова кстати есть мнение что нужно стараться молиться с книги не по памяти с книги чтобы не дай бог не ошибиться словом что всевышнему приятнее когда ты открываешь и ты так более сосредотачиваешься это точно да на хон и так я желаю нам всем чтобы всевышний с радостью принимал все наши молитвы отвечал на них чтобы наши желания совпадали с желанием творца вот все всем спасибо большое за нашу встречу всем желаю хорошего вечера пока пока